Приветствую вас, дорогие зрители и друзья телеканала Уллправда ТВ. С вами рубрика «Пресс Батва» и я ее неизменный обозреватель Антон Картошкин. Сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Начну традиционно с общественно-политического еженедельника «Народная газета». Крочная заметка Надя Акуловой сообщает о том, что в эту зиму ульяновцы все чаще запасаются валенками. По данным онлайн-ритейлеров, в этот зимний сезон резко вырос спрос на традиционную теплую русскую одежду. В лидерах также пуховики, платки и искусственные шубы. Коллеги «Народные» из Вишкаемских новостей сообщают о своем выдающемся земляке Сергею Дорошенкове, который в прошлом году выдал из бункера своего комбайна около 5,5 тысяч тонн зерна. Для перевозки такого объема продукции потребовалось бы более 90 железнодорожных вагонов. О потомственном механизаторе села Озерки подробнее в колонке «Люди нашего края», раздел в регионе. «Народная газета» разобралась, какие ситуации позволяют расстаться с сотрудником без его желания, а в каких случаях определенная категория работников не получится уволить по инициативе работодателя. В 2021 году поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации существенно ужесточили. К примеру, быстрое увольнение по закону возможно за однократное грубейшее нарушение со стороны сотрудника, к которому относятся употребление алкоголя на территории работодателя и подтвержденное состояние опьянения. А вот уволить сотрудника невозможно в том случае, если он находится на больничном листе или в отпуске. Обо всех критериях ужесточения ТК РФ подробнее в разделе «Человек. Общество. Закон». Газета призывает своих читателей стать участниками свободной подписки. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно оглядеться вокруг. Не все люди, желающие читать газеты, имеют возможность подписаться на полугодие. Причины разные. У кого-то многодетная семья или маленькая пенсия. Каждое доброе дело помогает в первую очередь тем, кто его совершает. В заключении долгожданный сканворд скрасит часы досуга. И, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты. Журналист издания «Ульяновская правда» Кирилл Шевченко рассказал об аномальных морозах, установившихся на территории нашего региона, из-за которых школьники города и области не вышли на учебу с 18 по 21 января. Журналист также отметил, что с 18 числа в регионе стартовала неделя, посвященная нацпроекту образования. Подробнее на передовице издания. В третьем номере газета «Канаш» на чувашском языке задалась глобальными вопросами. Свои и чужие дети, есть ли в них различия? Как воспитывать приемных, да еще трудных детей, когда зачастую многие родители не знают секрет нахождения общего языка со своим чадом? На эти глубокие вопросы отвечают приемные родители Валентина Петровна и Николай Васильевич Григорьевы из села Новая Майна Меликевского района. Десятерых приемных детей они взяли под свое крыло. Вестаем журнала. Первый номер детского журнала «Симик» знакомит своих юных читателей с исследовательской работой ученицы 3-го Б-класса средней школы номер 3 Барышевского района Евелины Таировой. Юная обозреватель рассказывает об истории Барышской швейной фабрики, о ее роли в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Подробнее в разделе «Пытливый ум». Об исконно русских народных промыслах занимательно рассказывает раздел «Мир творчества». Здесь хохламская роспись, кжель, городецкая роспись, жестовские подносы, фидоскинская и полевская лаковые миниатюры, ростовская финифс и другие. По прочтению интереснейшего материала о народных промыслах читателям предлагается попробовать самим стать мастерами-умельцами, хотя бы для начала на бумаге. Для этого во вкладке «Раскраски» заготовлены узоры хохламы, кжеля, городецкой росписи и жестовского подноса. Раздел «Переменка» несомненно заинтересует юных читателей увлекательной игрой, в которой нужно соединить по точкам картинку, а также зимним скамбордом. Рубрика «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах «Бой баба» и «Войти в историю». Потешные иллюстрации наглядно дополняют материал. Об этом и многом другом читаем в единственном в регионе журнале для юношества «Симбик». К районным газетам еженедельник Ульяновского района Родины Ильича проинструктировал читателей, как безопасно кататься на ватрушках. Вопреки привычному мнению, ставшее популярным катание на тюбингах может быть опасным и непредсказуемым видом отдыха. Стоит обратить внимание на посадку. Садиться на ватрушку нужно только попой. Руки должны дотягиваться до ручек тюбинга, а ноги должны быть на весу, не болтаться и не цеплять за ледяную гладь. Рядом в колонке фестиваля Елена Блохина разродилась Ода Ульяновскому району. Подробнее с поэтическим творчеством знакомимся на страницах районки. Передовица Старомаинских известий рассказывает о 78-летии Ульяновской области. 19 января в зале бракосочетаний Старомаинского дома культуры состоялось торжественное районное мероприятие, посвященное дню рождения нашего региона. Со словами поздравлений к собравшимся выступили представители областной и местной власти. Сегодня в Ульяновской области хорошо понимают, что главным двигателем развития и прогресса являются профессионалы, труженики, рабочие люди, на которых держится и экономика, и промышленность, чьими руками создается благополучие страны в целом. Наталья Никитина рассказала, что на муниципальном этапе учеником года 2021 стала Валерия Журавлева. 18 января были подведены итоги и определены лауреаты муниципального этапа конкурса. Никишина пожелала дальнейших успехов землячке на областном этапе конкурса «Ученик года 2021». Об этом и многом другом на страницах районного издания. Газета «Новое время» Вазарно-Сызганского района сообщает о выплатах на детей, которые изменятся в 2021 году. С 1 января текущего года выплаты и пособия на детей потерпят ряд изменений. Это касается как их размеров, так и способов оформления. К примеру, сумма декретного пособия вырастет в связи с утверждением нового минимального размера оплаты труда, который составляет с этого года 12 792 рубля в месяц. Какие еще появились изменения, читаем в разделе «Вы спрашивали». Спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Михаил Росошанский рассказал про Игоря Зольникова, который стал серебряным призером любительского теннисного турнира в Казани. Соревнования прошли на кортах одного из самых крупных теннисных центров Побожья – Казанской академии тенниса. Зольников – один из ведущих специалистов IT-технологии в Ульяновске. Теннисом увлекся 10 лет назад. Интересно, что аккурат во время турнира у Игоря родился сын Станислав. На фоне положительных эмоций спортсмен дошел до финала казанского турнира. Об этом подробнее и других новостях читаем на страницах спортивного вестника. Шеф-редактор информационного портала «Управда.ру» Екатерина Росошанская проинтервьюировала балетмейстера высшей категории, руководителя народного коллектива ансамбля «Танцы, дети, солнце», заслуженного работника культуры Ульяновской области Ирину Хабарову. При встрече с Хабаровой Екатерина Петровна усомнилась в золотых цифрах 50, а вот сама юбиляша круглую дату принимает с благодарностью за детей, семью и возможность творить. Подробнее в материале о скрипке, следователе и прыжках в 50, о чем в юбилей мечтает балетмейстер Ирина Хабарова. Новостной портал Медиа 73 сообщает, что летом текущего года во французском городе Ангулем покажут комиксы ульяновских художников. Всего же в международной выставке комиксов примут участие 10 городов, объединенных общей темой «Город после пандемии». Наряду с художниками из Ангулема, Квебека, Нанкина, Риквявика и других городов, свои работы покажут Александр Волков и Юлия Узрютова из Ульяновска. Так Юлия представит комикс Сона Обломова. Фестиваль комиксов в Ангулеме признан третьим по масштабам фестиваля комиксов в мире. Ежегодно его участниками становится 220 тысяч человек. Обычный фестиваль проводится в январе и длится несколько дней. В 2021 году в связи с пандемией часть мероприятия фестиваля перенесена на июнь. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках, распечатях или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода грядки и скучных новостей снова через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова